Приветствую, друзья, YouTube-канал Да, это так, Ярослава Маслова, в гостях Игорь Масичук. Добрый день. Добрый день, Ярослава, добрый день, зрители. Со зрителей, их самых уважаемых, любимых, и начнем. Самое время подписаться на канал, если вы не подписаны, поставить лайк, комментарий, безусловно, принимается, колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Телеграм-канал Игоря Масичука, Facebook-страничка, все это работает, наполняется, оформляется, анализируется. Заходите туда и подписывайтесь, масса полезного и нужного. Игорь, давайте начнем, если не против, с этой новостью, которая надеяла очень много информационного шума. Мне кажется, тут, знаете, почему важно об этом говорить. Но если кто-то позволяет себе говорить подобное, значит, и мы можем позволить себе это комментировать. Ведь правда, особенно, когда ты занимаешь должность советника главы офиса президента. Потому что тут, знаете, такой симбиоз, когда и мораль, и аморальность, они смешиваются. Когда это все, значит, вдобавок к войне и к военному времени, то это выглядит вдвойне. Хорошо или отвратительно? Давайте разбираться. Я, конечно же, про Сергея Лещенко. Казалось бы, ну, тут советник на уровне офиса президента, наверное, в твои обязанности входит, значит, советовать, да, разрабатывать стратегии, разрабатывать какие-то политико-социальные коммуникации, конфигурации между властью и обществом. Ну, тут, как бы, советник решил посоветовать и украинца, и тем самым, который находится за рубежом. Коротко расскажу нашему зрителю, если не знает. Значит, Сергей Лещенко обратился в кулар экономического форума в Давосе, обратился к Западу. Чуть позже он и продублировал свое заявление еще некоторым западным СМИ по поводу того, что пора Европе отправлять украинских беженцев домой, все домой. Более того, прибавил, давайте оставим их без помощи, и так вот, мол, люди быстрее вернутся в Украину. Тут нужно экономику поднимать. Значит, заговорил о некотором экономическом хабе, мол, вот город Краматорск, пожалуйста, значит, есть места более безопасные, которые не так сильно обстреливаются россиянами. В общем, советов дал много, кстати, о которых, наверное, ни украинцы, ни украинские беженцы, ни сама Европа, в принципе, Лещенко не просили. Очень много вылилось на Лещенко за последние пару дней в соцсетях, значит, вот эти тысячи, просто десятки тысяч комментариев от обычных людей, от представителей, значит, украинской нации, украинского народа. Он вчера немного оправдался за это, видели, да, наверняка, вот этот пост, был с благодарностью, значит, всем, и к тем, кто там и помогает армии, и те, кто здесь, значит, и вооруженным силам Украины. Но вот особое, особое фе высказал, да, вот тем, кто поднял этот хайп, хотя мне казалось, поднимает его тот, кто как бы, кто первоначинал, да, собственно, в любом расследовании бойся выйти на самого себя. Игорь, давайте поговорим об этом, о моральном аспекте. Вы что думаете? Вы много по этому поводу написали в своих соцсетях? Давайте, Ярослава, началось все с того, что раздается мне звонок. Алло? Да, алло, говорят, Игорь, а зачем ты палкой по голове пару раз Лещенко ударил? Он теперь вообще с ума выезжает. Да, да, кстати. Это самое, да. Тайки, тайки, географии. Да, позвонили мои друзья и говорят, ну вообще же, походу, только после удара по голове такое можно и нести. Он обратился к западным руководителям и чуть ли не в ультимативной форме потребовал прекратить выплаты и выслать наших беженцев назад в Украину. Поэтому, ну, может, если это последствия травмы, что мне пришлось, приводя в чувство Лещенко, пару раз стукнуть тростью по голове, то я, конечно, извиняюсь. Ну, а так, если говорить серьезно, ну, вот смотрите. Человек ведет абсолютно прекрасную, прикольную житуху. Получает очень большие деньги, как член Набсовета Укрзалезницы. Получает вознаграждение, как советник Офиса Президента. Более того, решает там, мне говорят, вопросы некоторые. Я не могу утверждать, может, конечно, как меценат решает. Вот. И вечерами обдолбившись, крутит по выходным дискотеки, техно, по барабану комендантская година, по барабану там мобилизация, все. И позволяет себе вылазить, и это же не первое заявление. До этого были заявления по мобилизации. Ты кто такой, чтобы говорить о мобилизации? Ты воевал? Ты, какое ты имеешь отношение? Так же и тут. Я предлагаю Сергею Лещенко свою квартиру, которая, мне кажется, коррупционным путем, если я не забываю, ему попала. Да, да, мы были у нас ЗК-вопросики, да. Да, а поселить туда жителей Бахмута уничтоженного, Мариуполя, которые сейчас находятся за границей. Я думаю, они с удовольствием приехали. Там, правда, табличку надо снять эту, коррупционную, цепляли. А еще у меня есть кообращение к нашим журналистам-расследователям, к Бигусу, к Мише Ткачу. А, ребята, а снимите расследование о сибористской жизни безбедной гражданина Лещенко, в Украинской залезнице, в офисе президента, с кем встречается, обнимается. Сколько вина с Пинчуком выпил, о чем со слабом разговаривал. Ну, а тут нельзя, Игорь, это свой. Нет, подождите, слабо или как? О дискотеках, о комендантском времени мы вспомним, там сносили ресторан, там, чью веранду Миша Ткач там находился. Ну, я думаю, можно о клубах спросить, которые в комендантское время работают, правильно? Ну, нормально же будет. Вот, поэтому, что можно сказать о Лещенке? Лещенко это, к сожалению, продукт от этой мутации гражданина Украины в такого сибориза, глобалиста, зарабичана, как хотите это назовите. И, по большому счету, если бы он, конечно, не был советником у Зеленского, то я бы толком и не комментировал эту чушь, которую он несет. Это раз. Во-вторых, я бы навряд ли бы это комментировал, если бы это не было публичным оскорблением большинства беженцев, которые не от хорошей жизни находятся за границей и живут за границей. Поэтому, ну, как говорится, каждому свое Лещенку бабки с Украинской залезницы офиса президентной дискотеки, а людям разрушенные дома. Вы знаете еще, в чем дело, Игорь, вот вам не кажется, что особенно болезненная эта тема, с новых таких сторон, в новых красках, заигравшая, раскрылась, конечно, после начала полномасштабного вторжения? Я о тех, кто, значит, решил, что он вершитель судеб, да, вот таких, кто решает выйти в СМИ, неважно, сейчас куча этих блогеров на Ютубах и так далее, и рассказывать, что кому делать, да, значит, ты иди воюй, а ты как бы возвращайся и впахивай на украинскую экономику. Их стало настолько много, и самый главный вопрос, это, а, значит, без какой-либо ответственности, то есть ты можешь ляпать, ну, тебе точно за это ничего не будет, и, б, это же все, эти стороны, две стороны медали. Потому что если вот говорить Олещенко, разбирали журналисты наши коллеги на днях с его декларациями, но, во-первых, последние декларации не поданы, последние открытые данные за 2020 год, где там раз, квартира два, квартира три, четыре, пять, земля одна, вторая, машина пятая, десятая, ценные бумаги, корпоративные права и так далее. Вот в чем вопрос, вот что с этой кастой, значит, власти угодных, избранных и неприкасаемых делать-то? Смотрите, первое, ну, надо действительно проверить декларацию гражданина Олещенко, обратиться в НАЗК, если не будет никакой реакции, то я на следующей неделе официально сделаю заявление по этому поводу, потому что этот же человек учил, как нам жить, как заполнять декларации, но он же должен пример. Показать, как живет он, зачистить. Да, это один момент. А второй момент, вы понимаете, обратите внимание на аспект, в контексте вот этого бреда Олещенко на две вещи. Первое, знаете, зачем он вот это вот кричит, и они вообще кричат все, да, толпой, что немедленно вернитесь, впахивайте, ну и так далее, и так далее. Знаете почему? Потому что сейчас Европейский Союз помощь предоставляет непосредственно беженцам. А тогда, если эти люди вернутся, Европейский Союз будет предоставлять эти деньги Украине, как помощь беженцам. И всякие мелкие лещинки смогут их разворовывать, как у нас успешно это делается. Поэтому ничего личного, чисто бизнес. Это раз. И второй момент, чтобы уже закрыть, как говорится, этот гештальт с этим ударенным мной по голове гражданином. Смотрите, он бы, наверное, рот не открыл, если бы ему пример не показали. Если бы президент, из задницы которого язык Лещенко не вылазит с утра до вечера. Игорь, ну что ж мы совсем уж. Да, если бы он не позволил себе подобное выступление о необходимости, что все должны вернуться, и если даже не воевать, то работать, платить налоги. Если бы не это выступление президента, Лещенко бы не повторил ничего. Но я считал и считаю, что президента с этим выступлением, мягко говоря, подставили его спичрайтеры, те, кто ему готовят, ну, тезисы. Почему я так считаю? Да потому что не может четырежды уклонист говорить о том, что вы уклонист и вернитесь немедленно. Не может человек, который до 19-го года включительно платил налоги в Российской Федерации, говорить, платите налоги в Украине. Ну, это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Но для Лещенко это фиолетово. Вместо того, чтобы посоветовать, подправить, сказать, вы эти темы не трогайте, а вот, ну, подходите вот эти. Это человек, который, ну, мы же знаем с вами, он прекрасно в медиасфере, да, разбирается. Этот человек выходит и, потому что местонахождение языка определяет все остальное. Вот эта история, Игорь, очень интересно послушать ваше мнение по поводу множественного гражданства. Новые вводные данные, значит, есть уже комментарии от народных депутатов, слуги, как правило, это комментируют, потому что пока все остальные говорят, мы не разобрались. Ну, и отсылка, алло, да, статья 4 Конституции, где речь идет об едином гражданстве Украины. Так вот, то, что говорят сегодня, к примеру, часть слуг народа, что есть, да ты чего далеко ходить, министр Кулеба об этом говорил накануне СМИ. Вы видите, какая теперь началась интерпретация, не знаю, обратили ли вы на это внимание. И говорят, слушайте, ну, в Конституции-то да, так написано, но ведь можно расшифровывать это по разуму. Вот единая, это значит, как бы, вот, украинская, но там же не сказано, значит, гражданин Закарпатия, гражданин, там, Донеччины, Луганщины, Полтавской области, да. Да, то есть, понимаете, трансформация, то есть, в итоге, то, что черно-по-белому написано в Конституции, как бы, там, спустя 30 с гаком лет, это интерпретировать можно уже по-разному. И, мол, не обязательно собирать 30-300 голосов, и не обязательно, значит, учитывать, что военное положение, Конституцию менять нельзя, вот соберем Конституционный суд, и он скажет, что это правильно, и как бы сделаем. Вы как к этому относитесь с отсылкой, конечно же, на основной закон Украины? Смотрите, вообще, конечно, этих второго толкователя Конституции с фракции Суга Народа, я бы, ну, как там, профессор Преображенский, их надо, вот, ну, серьезно заняться ими, он ее клиент, 100%. Я смотрел Мезенцеву, да, она там, вот, как раз расшифровывала вот эти вот все вещи, что, оказывается, это самое, ну, нельзя же так пылиться. Господа хорошие, вы же, вы же плагиаторы, вы сдерли даже это понимание с российского законодательства. Но разница только в том, что Россия федерация, да, а Украина, как записано в преамбуле, первой статье Конституции, унитарное государство, у нас не может быть в средине никаких гражданств априори. Это Конституции определено в параграфе номер один. Я, конечно, понимаю, что можно взять за попу, ему может и нравиться, главу Конституционного суда и это самое, ну, возбудить дело, как сейчас, да, там они возбудили через НАЗК и тому подобное. И переломать через колено. Но я долго знаю карьеру Сергея Головатова. И надеюсь, что у него на старости лет ума хватит не совершать уголовных преступлений, находясь в кресле исполняющего обязанности главы Конституционного суда. Это бред. Этот закон не имеет ничего общего ни с Конституцией, ни с интересами украинского народа, ни с интересами украинской диаспоры. Я его прочитал несколько раз. Я общался с коллегами, конституционалистами. Они готовят заключение юридическое. По этому поводу, я думаю, мы к этому будем возвращаться. Такое заключение есть датированное 20-21 годом. Но, да, но, подождите, но, но. Первое, что я могу сказать уже сейчас. Значит, первое. Есть разница между множинным и двойным гражданством. Двойное гражданство – это когда есть соглашение между странами, например, Польшей и Украиной, о том, что поляки могут украинское получить гражданство, украинцы – польское. Между, допустим, Германией и Украиной, ну и так далее, и так далее. Это двойное гражданство. А, например, гражданство, связанное множинное, так называемое, оно не фиксируется межгосударственными договорами. И в части стран, в том числе стран, где действительно большая наша диаспора, при том, где проживает несколько волн нашей диаспоры, например, Канада, да, никто очень сомневается, что… Кстати, поговаривают именно, значит, с канадской стороны и инициировалось все это дело. Врут, 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 врут Ярослава. В Канаде запрещено множинное гражданство. Запрещено, врут, понимаете, врут. Запрещено, не смогут канадцы, не выйдя с канадского гражданства… Получить украинский патрон. Получить украинское. А если выйдут, таким и этот закон не нужен, они и так могут. Вот, это, как бы, один момент. Есть еще один момент. Это то, что президент… Дуже интересно, прикольная история. Смотрите, вы же видели указ, да, про этнические украинские земли? Да, да. Там украинцы, мы за них там горой, там язык, там культура, там все. Ну, это правильно. Этим надо было заниматься 33 года до. Потому что там были украинские школы, ну, классы, по крайней мере. И библиотеки с украинскими. Все это за 33 года уничтожено Москвой, а нами не поддерживалось. Ну, грубо говоря. И в результате то, что имеем. Ну, у меня другой вопрос. Если мы так переживаем за украинцем на этих землях, почему мы им гражданство давать не будем? Что же такого случилось? Ну, и так, подводя итог, да, под этим инициативой антиконституционной, скажу так, в Конституционном суде находится на рассмотрении обращение 99 народных депутатов Украины с просьбой объяснить по поводу двойного, ну, гражданства и тому подобное, находится уже третий или четвертый год. Исходя из этого, и исходя из нашего законодательства, этот законоправитель нельзя даже рассматривать, пока не будет определения Конституционного суда по тому вопросу. Поэтому я не знаю, как, что ломать будут, уверен, будут говорить, это не касается, это другое, это самое. Самое главное в данном вопросе следить за руками. Это закон не о том, чтобы украинцы могли иметь несколько гражданств, потому что многие сидят там, особенно кто беженцы, да, кого-то сейчас вот щимят, мы же с этого начали, потирают руки и думают, сейчас мы будем иметь тут гражданство. И Украины, и там, ну, других стран, да, не будете. Это закон о том, как быстро раздать украинское гражданство тем, кому необходимо. И я думаю, что это связано прежде всего с тем, что в той же Конституции четко записано, что земля и недра, надра, являются собственностью украинского народа. То есть украинские граждане не могут, иностранцы, иметь собственности надра и землю. Землю и надра. А так классно выходит, хоп, паспорт есть, я уже гражданин. То есть вы на отсылку в этой правке? Литевое месторождение, хоп, газовое месторождение. А то, что ты тумба-юмба какая-то или еще кто-то, это никого не интересует. Аморальность зашкаливает. Понимание. Я, допустим, если вы о диаспоре, так пропишите одну строчку. Граждане, чьи родители имеют этническое украинское происхождение. Видите, Игорь, юристы так и говорят. Да, вот я накануне смотрела одного уважаемого человека, который говорит, слушайте, ну гражданство, если вы объясняете это поддержкой украинского государства, например, добровольцев, иностранцев, да, указан президент. Да, гражданство есть. Людей, которые когда-то выехали и вот хотят, они делают запрос. Не факт, что во время войны об этом признаются сами дипломаты. Таких людей будет много, пока в стране идет война. Указ президента и у тебя есть украинская гражданство. Зачем ломать через колено в том числе и конституцию? Сегодня вот тут вопрос. А ответ, я же вам сказал, ответ очень простой. Чтобы дать определенным личностям, которым раздадут паспорта, иностранцам определенным, доступ к возможности покупки месторождений наших надрог и нашей украинской земли. На интересы Украины, украинской диаспоры, украинцев, которые там, ихние родственники, там, дедушки, бабушки выехали с Украины, глубоко плевать. Вообще на все украинское глубоко плевать. Я с вашего разрешения расскажу одну свеженькую историю вчерашнего дня. Вчера в Киеве под ракетными ударами праздновали 95-летие с дня рождения патриарха Киевской и всей Руси Украины Филаренко. На чеколенке в резиденции в патриархах стояла очередь. Стояли бывшие и нынешние депутаты, министры, еще известные люди, поэты, писатели, представители греко-католической церкви, конкурирующей, грубо говоря, фирмы. Звонили точно и передавали, и приезжали поздравления представители украинской православной церкви, которые до этого, ну, в расколе, да, там, обвиняли Филарета. Притом не простые там какие-то, а, ну, серьезные, ну, иерархи, да, УПЦ звонили. Даже Епифаний, ученик, с которым Филарет, ну, как бы, в ссоре, и тот прислал хаинные долги на поздравления. Но ни президент, ни глава парламента, ни премьер-министр не поздравили. Более того, у президента на столе, я это точно знаю, лежало поздравление, он отказался его подписывать. Этого не было. Ни при одном президенте. Янукович, которого заподозрить в любви к чему-то украинскому, украинской церкви нельзя, он себе такое не позволил. Он приезжал, он направлял поздравления, ну, понимаете, он делал. Ну, понятно, есть официальное значение. Да, ну, вдумайтесь, человек, который на высшей должности, он даже формальности не сделал. То есть он принципиально показал, что ему на нас, на украинцев фиолетово. А с чем-то связано, как вы думаете, Игорь? Ну, я, конечно, понимаю, с чем связано? С советским воспитанием, с неадекватностью восприятия того, что вокруг, ну, реальности, да, которая существует. С желанием, чтобы все было, ну, вот так, вот, как мы считаем его императорское величество. Считает, что должна быть одна церковь, значит, одна. Считает, что только эти иерархи, ну, имеют право от государства там получить, значит, так должно быть. Понимаете? То есть плевать абсолютно на то, что именно в феврале в 88-м году открывал Лавру после большевиков. Плевать на то количество церков, которые он отстроил, ну, за свою жизнь. Плевать, что этот человек 60 лет на киевской кафедре, понимаете, находится. То есть плевать на все. Я скажу, выходит, тем, кого ты называешь московским патриархатом, которые анафигу, да, вроде бы, им не плевать. Они звонят по телефону, калятки на украинском поют, понимаете, поздравляют. А ты нет. Я, конечно, понимаю, что он не православный, не христианин. Но ты президент. Ну, есть вещи, которые нельзя делать. Вот слово просто нельзя, потому что это демонстрация, демонстрация отношений. В данном случае мы с этим имеем дело. Ну и вообще замашки, Ярослав, замашки. Вы вот это же видели интервью, да, на выходных? Оно там вышло, я не помню, иностранным СМИ. Да, да, да. Я провел бы выборы, если бы не война. Но закон не позволяет, да. Я за выборы, но мне закон не позволяет. Ярослав, ум не позволяет. Какое отношение президент страны к выборам имеет? Назовите мне хоть одну статью, конституции, закона или чего-либо, где прописано, что президент страны имеет какое-то отношение к выборам. ЦИК имеет. Парламент имеет, но назначает. Кабмин имеет, да? Деньги выделяет, да. Президент не имеет, понимаете? Только в качестве кандидата или избирателя. Ну, грубо говоря. Все. Это законом. А вот эти вот императорские вещи. Я Николай Второй. Я бы провел выборы. Да не можешь ты их проводить. Это не твоя функция. Она тебе не принадлежит. Это раз. Второе. Я лично я подам заявление. Оно уже готовится. На главу ЦИК. Потому что он совершает преступление. Абсолютно. Он своей бездеятельностью содействует узурпации власти. Это уголовно наказуемое преступление. Он должен был созвать заседание ЦВК. Должно было быть принято решение. Отправлено обращение в парламент, в Кабмин. Возможно, возможно, на каком-то этапе этих решений было бы принято законное решение не проводить в связи с невозможностью выбора. Возвращение голосования. Да, войной, да, безопасности людей. Я это понимаю. Но процесс же должен был пойти. Ну, это что? Диденко, глава ЦВК лежит там на подушке, просыпается утром и думает, ага, ну, у нас война, поэтому я ничего делать не буду. Поэтому я наплюю на законы, на Конституцию, на все на свете. Нет, ребята, вы идете путем узурпации власти. Есть высший закон, Конституция. Ему не могут перечить законы, принятые позже, которые вы напринимали, и вы пытаетесь, как фиглю-миглю, нам сейчас шулеры показать, что вот в законе что-то записали. Не бывает такого. 31-го, если до этого не произойдут выборы в марта, то после 31-го марта мы будем говорить прямо о том, что произошла узурпация власти. Плевать на нас. Это можно не обращать внимание на нас, на людей, но завтра же он выйдет за границу. И лидеры государств, даже каких-то нейтральных, а возможно и те, которые помогают нам, скажут, Тунимар Александрович, а полномочия ваши где оставили? Легитимность власти это фундамент сохранения государственности. Я это говорю, говорю и повторяю. Мы на очень тонком льду прошли 14-й год с исполняющим обязанности президента, когда гражданин Янукович сбежал со страны. А сейчас мы как корова выходим на лед, корова, ноги разъезжаются, она этим всем весом падает на этот лед и думает, ну провалийся, скотина, этот лед или кашь. Ну нельзя делать такие вещи. Нельзя. Понимаете? Потом в этом же интервью президент говорит об усталости. О том, что от усталости, она, нельзя устать от войны, иначе мы ее проиграем. Вечером пришел домой, устал, а то, ну, Владимир Александрович, ни я, ни мы, ни вы об усталости ничего не знаем. Об усталости могут говорить ребята, которые больше года, некоторые около двух, находятся на ноле, у которых руки разжимаются, надо рыть оков, а они даже не от усталости разжимаются, а от изнеможения, от того, что человеческий организм вырабатывается, и вы не проводите ротацию. У меня вопрос. А почему у нас армия, полтора миллиона человек, воюет 300, ротации нету, а зато о мобилизации говорят, да, постоянно. Уже третий месяц пошел, да. Да, бегают по автобусам, вытаскивают кого-то. У меня вопрос. Кстати, люди в форме, которые имеют звание и умеют... У меня вопрос. А почему и к Зеленскому, и к Залужному вопрос. А почему не едут, нету ротации, например, с частей в Житомирской, Ровенской, Львовской, Тернопольской областей, на фронт, Полтавской, да, туда, чтобы отдохнули ребята, да, ну, это самое, в чем проблема? А я скажу, в чем, в коррупции. Потому что делятся сжалованием, с командирами. Дают деньги, чтобы не ехать. Это целый бизнес. И край ему должен положить верховный и главком. Ну, это ж правда. Правда, надо взять раз и сказать, ребята, нет, будет вот так. Но почему-то так оказывается невыгодно. А надо ловить по маршруткам людей. Заниматься людовольством. Поэтому для меня вот эти вот спичи президента о усталости. Устал, уходи. Вери шинель. Иди домой. Ты не на фронте. Есть конституция. Есть видение, что должно происходить. Если полномочия заканчиваются, выборы нельзя провести. Трансфер власти. Парламент, пожалуйста. И тому подобное. Поэтому, а вы нам говорите никаких выборов. Ни о какой политике. И в то же время вы активно занимаетесь, прокачиваете, организовываете. Не нравятся журналисты сарасятов? Получите. Не нравится предприниматель один, другой, третий? Давайте его ограбим. Понимаете? Отстаньте вот об этом, Игорь. Давайте немного об этом поговорим. Я понимаю, что вы, да, о деле МАСЭПы накануне... Нет, я не о деле. Вот Ярослава, не поверить, я же не о деле МАСЭПы. Знаете почему? Потому что до МАСЭПы два десятка или три десятка подобных дел. Просто МАСЭПа относится к предпринимателей банкиров, связанных с Томашем Фиалой, с сарасятами, и, соответственно, они подняли крик, как, кудах, 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 нашу курицу обижают. Которая нам золотые яички несет. А почему никто не обращает внимание, например, на ситуацию с бизнесом господина Еремеева в Днепре? Или с тем, что господин Черняк пишет, что с него уже взятку вымогают, да, возбудили уголовное дело? А почему никто не обращает, что внимание, что порядка 30-40 крупных предприятий в армии, а поменьше сколько в армии, а сельскохозяйственных, а кто этим пользуется, а кто на этом зарабатывает, а кто бенефициар передачи в армии, и тому подобное. Мне вот эта ситуация с предпринимательством напомнила известнейший фильм, комедию, один из моих самых любимых советских комедий, которая, кстати, снималась у меня на родине под улубнами, это «Свадьба в Малиновке». Это мне, это опять мне, и это снова мне, а это ну ладно. Слушайте, ну вот это история. Смотрите, и тут нам украинскому обществу, украинцам выходят и на голубом глазу говорят, мы создали экономический совет, который решит все проблемы предпринимателей. Вас грабить уже не будут, или будут грабить, но через экономический совет. Но я тут сразу вспомнил, а где офис простых решений, а где инвест няни, они кем? Испарились. Тюремщиками подрабатывали. До свидания. Или этими исполнителями частными, когда бизнес отымают. Где инвест няни? Ну, эта вся история была бы смешной, если бы она не касалась стратегии развития страны, будущего страны, когда сокращается помощь западная, когда мы должны думать о том, как отстраивать собственную экономику, что с этим делать. в этот момент принимаются не то, что простые решения, а решения, которые глобально ничего не решают, делают пиар кому-то, офису, президенту, ситуацию с предпринимателями оставляют точно на том же уровне, на каком были. Ну, для того, чтобы успокоить общественность, особенно близкую к кругам, как говорят, сарасяцким, да, ну, меняют, там, в 10 раз уменьшают заставу для Игоря Мазепа, выпускают. Даже в 16 было 300. в 16 да, раз он платит за лог, выпускают, хотя ничего не поменялось, ну, обвиняли и обвиняют. А посмотрите, как средства массовой информации близкие к Томашу Фиале стали на паузу, и они вообще, они уже не позволяют себе критику президента. А почему? А потому, что офисные телеграмм помойки написали, что будут введены санкции против Фиала, ему передали такой флюидный сигнал, они замолчали. Ну, и тут вообще много таких ситуаций. Смотрите, тут же давайте возьмем так, вот история, допустим, по журналистам, по Никовову, по Бигусу, да? Ситуация с Никововым выглядит, я наводил там справки, задержаны граждане, которых изъяты телефоны, носители, следы ведут прямо на телеграф помойки, которые мы с вами вспоминали, аффилированные к офису президента, ведут к Вове Петрову энд компани, которые любят мыть кости всем подряд, вот, но, говорят, заказчиком был даже не офис в данном случае, по Никовову, заказчики были крысы с Минобороны, ну, где он копался, будем говорить, но, там же другое интересно, оказывается, на носителях, изъятых у этих людей, есть ряд заказов в отношении людей других, около 5-6 заказов, которые по указанию Петрова, грубо говоря, отрабатывали, там есть журналисты, там есть известные вам, мне люди, заказы принимались от разных барыг, ну, как всегда, подрабатывали, офис офисом, а бабки бабками, как отреагируют на это все, ну, будем посмотреть, потому что, ну, как по мне, это крысятничество, даже по отношению, ну, к офису, и это же реально, это же материалы изъятые, ну, если я не знаю, то в офисе, тем более, знаю, другая история с бигусом, ну, 30 человек бегало, принимало участие в спецоперации, у меня вопрос, у нас... Но это так сам сам бигус сказал, да? Нет, это факт, который, я знаю, уже установлен правоохранителями, что такое количество людей снимало, ну, устанавливало камеры, снимало помещения, где были установлены камеры, я ни в коем случае не оправдываю ни тех, кто употреблял наркотики, это зло большущее, ни бигуса, который сам полюблял камеры устанавливать не совсем законно. Я о другом. Я о том, что нашим спецслужбам заняться нечем. А если это не... Вы думаете, за этим стоят спецслужбы? Смотрите, Ярослава, а если не спецслужбы, то представьте себе, что какая-то условная организация, группировка устанавливает 30 камер чуть ли не в Киеве. Но завтра они на Банковой установят. Ну, то есть, вы в том, что это еще хуже, да. Да, завтра же не на Банковой, у нас же война за окном, правильно, как бы идет? Не как бы идет, да. Ну, да, я же об этом, понимаете? Хотя некоторые, значит, западники приехавшие говорят, что в Киеве войны нет. У меня вопрос не в бирусе, а в том, что происходит. Ну, это раз. Второе, ну, история слежек за журналистами очень плохо заканчивается. Всегда, да. отрезанными головами, взрывами автомобилей в центре Киева. Но я не хочу этих повторений, тем более, сейчас, когда ситуация, страна, ну, такой сложнейшей ситуации, политического, военного кризиса, ну, и так далее. Смотрите, тут еще очень такой нюанс. Как, как действовать должны были бы правоохранители, если бы речь шла не о том, чтобы поймать на крючок пируса, да, и что целью было только поймать на крючок. Я общался с правоохранителем, мне говорят, Игорь Владимирович, ну, все же очень просто. Надо было брать бары, которые продавали наркотики, отслеживать, от продажи идти к тем, кто покупал. Скандал бы был тот же самый, только никто бы никого не обвинил, все бы выглядело в рамках закона и тому подобное. Но получается, закон не нужен. Нужно создать факап для кого-то. Ну, извините, тогда... Вы прям не подсказывайте уже сценарий для разработчиков. Я бы сделал так. Сейчас наподсказывайте, потом что-нибудь еще увидим. Но я понимаю, о чем вы говорите, да. Ну, посмотрим, как там. Наркотик все равно зло. Конечно, мы категорически против. Никто из здоровых, адекватных никогда это не приветствует. Но вопрос не в этом только. Вчерашняя буквально обложка одного из эфиров Бигуса, слежка за Бигусом, это незаконно. А за другими законно выходит? А слежка от Бигуса за другими выходит. в разных государствах мы живем, с разной законодательной базой, видать. Но бог с ним, правоохранительные органы есть, вот пусть и разбирается. Кстати, там, по-моему, полиция Киевской области открыта пару уголовных дел, обращение у самих журналистов команды, слежка, частная жизнь. Хотите, возвращаясь к ситуации с Мазепой? Да, да. Мы видим всем. Хотите, скажу вам одну интересную вещь? Конечно. Значит, первое, значит, происходит, что Мазепа попадает в тюрьму по делу, которому 10 с хвостиком лет. Да. И тут я вижу, как эти все сарасята, которые вчера орали криком о необходимости отмены права Клазового, вспоминают, что есть прав Клазового и говорят, делаешь уже все. Но, знаете ли, Игорь, это другое. вот, понимаете, только что пришла очень тяжелая новость. сбитая самолета вы говорите, да? Да, 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 мы не понимаем, что там произошло, не понимаем, и что это за самолет, но... В состоянии, что просто наши зрители понимали, на ту минуту, да, на то время, когда выходит эфир с Игорем Моисичуком, вот что есть из последнего. Действительно, сбитый самолет, добавлю, в Российской Федерации Ил-76, пока официальных данных от нашей стороны нет, кроме отдельных, значит, комментаторов, что мы действительно сбили, вражеская Миноборона подтверждает катастрофу, говорят, что самолет летел из Египта, еще вот как бы они написали, что на борту якобы, повторюсь, это вражеская сторона пишет, 65 было украинских военнопленных, согласно другой информации, опять-таки, самолет не летел, а вылетал из Египта, как было на самом деле, дождемся официальной информации. я почему акцентировал и вспомнил эту ситуацию, потому что сейчас начнется, сейчас будут авиаэксперты сейчас появятся. Да, сейчас включатся авиаэксперты. Триэксперты по Хуси там. Я представляю сейчас родственников наших военнопленных, да, и тому подобное. Поэтому я просто призываю всех подождать. Разберемся, что бы кто ни врал. Будут врать враги, будут пытаться скрип наши, все равно правда будет известно. Давайте просто пожалеем людей, которых сейчас пытаются использовать в этой информационной спецоперации. Согласен. Подождем специальных данных. Это, кстати, к вопросу, Игорь, который мы с вами практически каждый наш эфир обсуждаем. Моратории для некоторых на темы и там АБВ. Война, военная обстановка, ситуация на фронте и так далее. Но вот зайдите в телеграм-канал и посмотрите, сколько уже экспертов, умников, специалистов высказались на этот счет. Ребята, кто-то спрашивал. Тишина информационная. Я благодарю вас, Игорь, за этот эфир. Игорь Моисичук сегодня был у меня в гостях. Дай Бог, чтобы информация, изложенная вражеской стороне, не подтвердилась, а вот то, на что мы надеемся спилить, чтобы наших ребят на борту не было. И вернулись домой. Спасибо большое, Игорь. До новых встреч. Спасибо вам. До новых встреч.